Американская кукурузная совка Американская кукурузная совка Относится к семейству совки Это одна из самых больших семейств чешекрылых И в нашем перечне есть еще шесть видов Представители этого семейства Четыре вида из рода сподоптера Два вида из рода кризодексис Американская кукурузная совка Широко распространена в Северной и Южной Америке За исключением Северной Канады и Аляски Вид чрезвычайно пластичен и способен развиваться в различных климатических условиях Американская кукурузная совка распространена только в Америке В Северной, Центральной и Южной Но распространена очень широко От Аргентины и Чили до Канады И есть практически во всех странах Поврежденные гусеницами американской кукурузной совки растения Характеризуются наличием погрызов, ходов и экскрементов Гусеницы чрезвычайно прожорливые И могут съедать практически все надземные части растений Не только вегетативные, но и генеративные Гусеницы могут находиться внутри плодов Так они часто повреждают плоды томата, плоды перца И, соответственно, ущерб может быть чрезвычайно велик Гусеницы прогрызают в кормовых растениях ходы Заполняя их экскрементами И, соответственно, через эти ходы возможно проникновение различных патогенов Что увеличивает вредоносность Гусеницы могут переходить с одного растения на другое, увеличивая вредоносность При массовом размножении гусеницы могут повреждать до 80% урожая Имага американской кукурузной совки Имеет размах крыльев от 3,2 до 4,5 см И очень изменчивы в окраске Передние крылья желтовато-коричневого цвета И часто несут небольшое темное пятно в центре Задние крылья у основания кремово-белые А вершина крыльев черная с белой каемкой Обычно имеется небольшое темное пятно в центре Имага ведут ночной образ жизни Они чрезвычайно активны и способны к длительным перелетам Они могут преодолевать расстояние в несколько сотен километров И способны образовывать временные вредящие популяции Самки откладывают яйца на кормовые растения Стадия яйца длится порядка 2-4 дней Потом вылупляются гусеницы и начинают питаться Гусеницы младших возрастов питаются на молодых надземных частях растений А гусеницы старших возрастов способны повреждать практически все надземные части растений У гусениц от 5 до 7 возрастов, но, как правило, 6 возрастов Гусеницы старшего возраста способны к каннибализму И часто на растении остается только одна гусеница Потому что она съедает остальных гусениц Гусеница совки последнего возраста Имеет длину от 2,5 до 7,5 сантиметров Изменчива в цвете в зависимости от возраста Тело коричневое, зеленое, розовое, иногда желтое или черное Имеется 5 пар брюшных ног На переднегрудном сегменте расположены 8 латеральных щетинок Голова оранжевая или светло-коричневая с белой сеткой Гусеница обычно с широкой темной полосой вдоль тела над дыхальцами От светло-желтого до белого полосой под стигмой И парой узких темных полос посередине спины Кожа гусеницы шероховатая, покрыта многочисленными щетинками Окукливание происходит в почве на глубине 10-15 сантиметров Соответственно гусеница, которая готова к окукливанию Она спускается с растения, закапывается в землю и окукливается Зимует вид на стадии куколки, если есть зимовка Она может быть, может не быть Соответственно вид в различных климатических условиях способен развиваться И может давать от 1 до 11 поколений в год Зависит от климатических условий Куколка американской кукурузной совки красновато-коричневого цвета От 17 до 22 сантиметров в длину Гусеницы объедают растения, начиная с верхушки початков кукурузы, плодов И хорошо заметны На нижней стороне листьев можно обнаружить яйцекладки У поверхности земли могут оказаться взрослые гусеницы, скрывающиеся в почве днем Для мониторинга вредителя используют феромонные ловушки Идентификация хеликоверпозея проводится по морфологическим признакам Для идентификации используются как признаки рисунка крыла и желкования Так и признаки полового аппарата самцов и самок И признаки формы стернитов брюшка У нас в России есть вид хеликоверпа армигера, который относится к тому же роду и близок к хеликоверпозея Они отличаются строением гениталий и в частности формой стернита восьмого сегмента брюшка самцов Это очень важный признак для различения этих двух видов Идентификация вида возможна по гусеницам, а краска гусениц меняется в течение жизни Устойчивая борьба с кукурузной листовой совкой включает Предпосевную обработку семенного материала потравителем Использование химических пестицидов, пока личинки небольшого возраста Использование трихограммы в начале и при массовом откладывании совкой яиц Привлечение на поля естественных врагов совки Хищников, муравьев, паразитоидов, например, ос Или целенаправленный занос патогенов А это вирусы, бактерии, грибы, вызывающие гибель вредителя Субтитры создавал DimaTorzok